В Ненецком округе стартовал проект «Народный советник». Это открытая для диалога интернет-площадка, где каждый житель региона может высказаться, озвучив наболевшую проблему и предложить способ ее решения. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Народный советник – это инициатива, одобренная временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого округа, призванная привлечь население региона к решению острых вопросов. Основная ее идея – это информационная прозрачность и гласность. Дело в том, что проблемы делятся всегда следующим образом. Около 30% – это элементарная несогласованность и недоработка административного ресурса. Около 30-35% – это то, что требует определенного финансирования. И здесь депутаты окружные, муниципальные тоже должны это понимать и при формировании бюджетов учитывать, что для людей насущна именно эта проблема. И около 30-35% тоже – это то, что требует законодательного решения, каких-то инициатив, региональных программ, которые тоже нужно, чтобы они понимали, что они актуальны и существуют. Для удобства обсуждений создана одноименная страница в социальной сети ВКонтакте, где каждый житель региона может рассказать о проблемах, обсудить их с другими участниками сообщества и внести предложения. Раз в две недели будет формироваться бюллетень с обозначенными проблемами, вариантами их решений и примечаниями о том, как аналогичные проблемы решаются в других регионах, после чего бюллетень будут направлять по электронным адресам всех ветвей власти. В биократической системе обычно 20-25% в мире работает очень хорошо, остальные не очень хорошо, зачастую имитируя гурную деятельность. А здесь ситуация следующая. Когда чиновник понимает, что эта информация пришла и к его начальнику, и к начальнику его начальника, он вздыхая начинает тему решать, чтобы сохранить и позицию, и репутацию. И получается, что КПД чиновничества повышается процентов на 25-30. Это уже означает, что людям становится чуть легче. На данный момент инициативная рабочая группа сформирована, однако количество экспертов не ограничено и активным гражданам всегда рады. Чем больше их будет, тем будет лучше, потому что это своеобразный мозговой штурм. Чем больше идей, тем больше, в принципе, выхода из какой-то определенной ситуации. Мы это на себе уже ощутили, хотя нас немного, но какая-то одна проблема – в твоей голове выход один, а когда пообщаешься с коллегами, то их намного больше и намного шире, и быстрее можно ее решить. Кроме того, любой желающий, проявивший активную позицию и обладающий компетентными знаниями, может оставить заявку в кандидаты в народные советники губернатора. Ну, вот, например, положение 2014-2015 года здесь о помощниках, запятая советников губернатора. Оно касается следующего, что туда могут участвовать только люди с высшим образованием, являющиеся исключительными специалистами в определенном направлении. И, соответственно, многие люди, которые… Вот молодые мамы у нас есть там, они же активны, у них дети, они ходят, они каждый день сталкиваются с этими проблемами. Они все время в сетях, у них есть время, чтобы высказаться. Эти молодые мамы туда, по идее, не попадают. Их просто не слышат. Напомню, рассказать о проблеме и предложить пути ее решения можно в группе «Народный советник» в социальной сети ВКонтакте.